Как моя вторая половинка проявляет заботу? Катя очень заботливая, особенно в мелочах. Всегда оставляет зубную пасту открытой. Потому что знает, что после нее я буду чистить зубы. Получается, я заботюсь о тебе, даже не задумываясь. Олег сам поднимает ноги, когда я убираю. А, ой, коли я вночу раскрываюся, то Оксана меня снова так вкрывает, а потом тихо ясенько гладить по голове, вот так. То не я. А кто? То я. Мамо, а чего вы в нашей комнате вночь, а? Так я же мати. Мария же очень заботливая. Иногда даже через что. Особенно с подштанниками. Слушай, нашему сыну годик, его нужно одевать потеплее. Да ладно, Леша. Зачем ты меня заставляешь их надевать? Я уже проклинаю тот день, когда выбрал стол в кабинете. После батареи. Я вот что думаю. Мы все заботимся о любимых по-разному. Важно, не як мы це робимо, а то чувство, которое побуждает нас заботиться о любимых. А стакан с водою на тумбочку в вечеринце выставите, чтобы я зранку попил? А? Кто? То я. Для себе. КОНЕЦ 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 Пирожуля? А тут была моя шоколадка. Так я ее съел. Да ты сейчас шутишь? А в чем юмор? Нет, я не шучу. Я правда ее съел, ты же сказал, что ты не хочешь. Ну мало ли, что я говорила. Катюш, ну не начинай. Возьми что-нибудь другое, у нас еды полный холодильник. Полный, когда там есть все. А когда там нет шоколадки, он уже не полный. Стоп, а где тортик? Мне показалось, что он испортился, и я его выкинул. Паш, это ты испортился? Ты мне ничего не оставил. Ну, котенок, хочешь, я схожу в магазин, чего-нибудь куплю? Сходи лучше к Гудвину, попроси у него сердце. Пирожуля, ну где тебе два часа носила? Да, просто наш магазин не работает, который возле дома. Я пошел в супермаркет, а там стройка. Я, в общем, в обход. Когда я обратно возвращался, так со мной свора собак погналась. Зато быстрее вернулся. Это тебе. Твой любимый тортик. Спасибо большое. Но я после шести не ем. Мог бы и запомнить. Олежа. Олежа. Боже, что это за эрутичные стрелочки ты там рисуешь, а? Настя, у меня завтра сложнейшая игра. А еще завтра Димка будет ночевать у друзей. Ну, пусть ночует. И вечер будет в нашем рассвале же. Мы можем попробовать наконец-то в постели что-нибудь новенькое. Правда? То есть ты мне даже позволишь спать на твоем месте? Нет, не позволю. Ты вообще не будешь в парку. Настя, у меня завтра сложнейшая игра против самарских пчел. Мы три сезона им сливаем. Если мы завтра проиграем, то я приду в дурном настроении. Ты придешь в дурном настроении? А дома тебя встретит такая сговорчивая горничная. А ты где будешь? Я буду сговорчивая горничная. Тебе не кажется, что одевать свое посредневное это не совсем новенькое? хорошо. Тогда я буду школьницей. Я надеюсь, хоть старших классов. Я надеюсь, ты уже перестанешь придираться. Давай так, я как-нибудь обеспечу романтическую обстановку и попытаюсь себя поднять настроение. А ты... Настя, спидывай. Олежа... Давай не сегодня, тебя очень прошу. А что такое? Проиграли пчелам. Как ты сейчас треванша? Как ты сейчас треванша? Ну вот ты и попался, снэйк. Ты мне этим не приемешь. Я знаю, твои слабые места. Я слишком хорошо тебя изучил. Ай, нет, только не на газ. Соберись, тряпка. Проси все, что хочешь. Проси все, что хочешь. А мне от тебя ничего не нужно. Слышишь? Ты меня. Я уже слишком стар для этого дерьма. Почему? Не очень-то и стар. На, выкинешь подгузник. Андрей, ну я тебя просила снять все белье с балкона, а не только джинсы. Давай бегом. Давай. Это же Лешкин подгузник. Вот здесь. Мне плевать. Что ты сказал? Ты что сказал? Андрей! Андрей! Вот здесь. Вот. Кроссворди, как новенький. Главное, никуда не надо ходить. Так. Гриша, надевай старые штаны, будем генеральную уборку делать. Надь, за генерал, конечно, спасибо. Ну, давай как-нибудь в другой раз. Так. Никаких в другой раз. У тебя то у Петровича депрессия, надо с ним побыть, то ты вспомнил, что твой дедушка ездил в Израиль, поэтому тебе по субботам работать нельзя. Надь, да я не против этой уборки. Так не могу я. Мне спину ступило. Боже ж ты мой. Что ж тебе это же надо родненький ты мой. Сильно болит. Да болит. Я прям вот, смотри, вот даже это, вот даже разогнуться не могу. Ой. Ой. Ну, хорошо. Держи. Будешь пол мыть. Ой, 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 ой. Ой. Тортишки. Всем привет. Меня зовут Тарас Миссюра и я рады вас приветствовать на своем канале в Ютубе. Меня зовут Тарас Миссюра, я уже, по-моему, сказал это. Всем привет. Сегодня с вами я. Пошу, я звалю, как это назвать? Меня зовут Тарас Миссюра и я рады вас я рады всех вітати на всему всем привет. Меня зовут Тарас Миссюра и я рады вас вітати на своем канале в Ютубе. Это обзори не обзори. о-о-о обзори від Миссюре я вам покажу я для вас сьогодні тощу сьогодні я для вас представляю тостер ЛБ 750 дьявло всім привіт я рады вас вітати на своем каналі в Ютубе мене звати Тарас Миссюра і я представляю вам свої обзосюри від Миссюри сьогодні я буду тестувати для вас новий тостер ЛБ 750 дьявло я залишаю тут приховану камеру і хочу подивитися чи справиться з ним моя мама отже зустрічайте новий блокбастер жінка з села проти інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу так-так Оксаночко я подивлюся звісно якщо у мене є то я позичу тобі на нову сумку не тут вона знає де а може сюди а ну давай господи куди ж його а що це таке о копілка а ну давай а ну сюди сховалась о мамо я бачу ви вже познайомилися з новим ЛБ 750 дьявло що це ти розмовляєш як бовдор а нормально я розмовляю мамо може приготуємо гринок адже гринки зараз може робити навіть дитина ні ти розмовляєш як телевізор так а ну дивись мені очі що ж трапилось нічого не трапилось може приготуємо гринок так я саме це й хотіла робити ні 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 мамо за допомогою ЛБ 750 дьявло хай тобі трясся що воно таке мамо ну це тостер для приготування гринок ау яких гринок ай гарячі так для гринок а чого ж не написали що воно саме для гринок господи ну написали ну написали що тут гринкожар чужаро гринкожар так вже ви побачили моя мама дуже легко зрозуміла що тут і як не тискається але дорога моя компанія ЛБ наступного разу пишіть хоч десь що це пристрій на гринок а з вами були бзосюри від бісюри ааа мамо ой боже ж мій Терасик що ж тебе робить ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ты что, нельзя его есть? Мало ли кто его руками трогал. Ну, как то? Кондукторша. Я. А у этот еще мужик с бровями, как у Брежнева. Ну, который компостировал его. Ну, он был в пиджаке, так что по-любому интеллигент руки моет. Ему я доверяю. Не выдумывай. Так, а что ж такое загадать-то? О, чтобы Лига Чемпионов шла круглый год. Или нет? Захожу к клона, чтобы он вместо меня на работу ходил. Андрей, никакое желание не сбудется. Ты взрослый мужчина, а веришь в детские суеверия. Ну, правда. Ха, детские суеверия? О, так давай его тогда Лешке скормим. Я тебя скормлю, я тебя так скормлю, Андрей. Согласен, согласен, согласен. Не подумал. Уже по-любому какую-то ляпаку закажет. Да и майонеза мурановата. Значит так, я выкидываю твой бутерброд. Че? То как? Что? Ладно. Хотя я ж тебя знаю. Ты ж такое, что достанешь и съешь. Спасибо, Мариша. Пожалуйста. Теперь, чтобы клона заказать, надо курантов новогодних ждать. Надежда Матвеевна, можно вас на секундочку? А дальше уже как получится. Надежда Матвеевна, к вашим услугам. Григорий Иванович, первый раз увижу, чтобы ты возился с квитанцией. Это у вас со зрением, потому что проблемы. А я с киловаттами всегда на «ты». Ты знаешь, Надюха, я вот тут квитанции посмотрел, посчитал все на калькуляторе и к выводу пришел. К какому выводу? А к такому. Смотри, сентябрь 300 гривен, октябрь 90. Ну и что? А ты сентябрь вспомни. А, так это мой любимый сериал окончился в сентябре. Мелко мыслишь. Даю подсказку. Смотри, октябрь, значит, 90 гривен, вот. А ноябрь, соответственно, уже снова 250. Ну и что? Ты знаешь, ну и что? Уже штаб, все ясно, все же видно, понятно. Это тебе понятно. Я не Шерл Холмс. Ладно, доктор Ватсон, объясняю. В сентябре ты меня дома держал, никуда не выпускала. Я телевизор смотрел. Я как раз морды допоздна решал, радио слушал. И накрутил на электричестве 300 гривен. В октябре, значит, три раза бегал на рыбалку. И таким образом сумел сэкономить на свете почти в три раза. Ну и что? Как это что? Надюх, надо экономить. Я тут посчитал, что такими темпами за два года экономии мы столько вот с этим... Да мы на море махнем с тобой. Гриша, если ты мне не веришь на слово, поверь калькулятору, вот цифры. Смотри, видишь? Вижу. Ну? Ну куда ты клонишь, мой дорогой? Нельзя, Надюха, Гришу держать заперти. Надюха, а ты куда собралась? Как куда? На рыбалку. Я что-то сейчас ничего не понял. На какую рыбалку? Со мной, что ли? Да. А что там будешь делать на той рыбалке? Как что? Экономить. Ну, ты же только за дверь, я сразу за телевизор или за пылесос. А такими темпами мы план экономии за год выполним. И на море махнем. Пошли. Рукой мы махнем, Надя, а не на море. Ну, пойдем. Червей будешь насаживать. Жуля, а ты в детстве играл в игру съедобное-несъедобное? Да. А давай сыграем в такую же? Только что ты мне подаришь на Новый год, а? Давай. Котика? Новый телефон? Машину? А, ну, это я так сказала. Планшет? Нет. Бусики? Да. Теперь давай я. Новую линзу для фотоаппарата. Бусики! Катюш, я просто не умею играть в эту игру. Давай переиграем? Ну, давай. Планшет. Планшет. Ура! У меня будет новый планшет. А теперь давай ты. Новую линзу для фотоаппарата. Так, нет. Ну, мы же договаривались, что ты купишь мне эту линзу. Просто я подумала, ну, зачем тебе линза, если у меня будет планшет, и ты будешь на него фоткать. Ну, господи. Ну, господи. Мы покажем вам комплекс упражнений, которые очень быстро позволят вам обрести идеальную фигуру. Ух ты! Класс! Лягте на пол. Выпрямьтесь. Руки за голову. Начинаем упражнение. Раз. Левый локоть к правому колену. Два. Правый локоть к левому. Продолжаем. Три. Четыре. По третью. Пять. Не останавливайтесь. Шесть. Не сбавляем темп. Семь. И восемь. Всего четыре месяца таких упражнений, и власть нашего станет идеальным. А-а-а. Здорово. Дышим ровно. Новый рецепт блинчиков от Эктора Химмелеса Браун. Вот это правильная передача. Четыре месяца. Без водорослепчика. Тарас, от чего не можно было вызвать такси по-нормальному? Ну, Китюнь, у Едіка нормальний мопед. Ну, ничего, що можна перевезти за один раз людину. Але, дивіться, спочатку поїду я, потім ти, потім мама, ну всі по черзі. Так, я з твоєю мамою не лишуся, бо вона мене з'їсть, а ти, Шлопко, зажав 50 гривень для мене. Шлопко. Так, ну шо? Ну, скільки вже можна збиратися на ті шашлики? Мама, вона мене зараз з'їсть. Тому що хтось у нас зажав 50 гривень, і ми маємо тепер їхати на Едіку мопедіку. Оксана, по-перше, не зажав, а зекономив. А по-друге, ти б краще у него повчилася, ніж неїжджати. Тарас, вона мене зараз з'їсть. Мама, вона мене зараз з'їсть. Оксана, я вам сказала, не наїжджай до Тараса. Тарас, вызывай таксі. Так, стоп. Щось мені це нагадує. Ага, мачить план такий. Першою їде Оксана. А чого це вона? Бо вона коза. Спокойно. Вовк должен завжди залишаться з капустою. Так, тихо. Приїхав Едік. Оксана, виходь. Ой, як же ж гарно. Ліс, річка, тиша. Класно, що на природі побували. Хоч по одному, але ж побували. Ліска моя. Тихо. Ну-ну, Тарас, не переживай. Рішиш ти свою задачку. Колись. Мама. Режуля. А за що ти мене любиш? Стоп, ти мене вообще любиш? Естественно. Та за що? Ну, любят не за що-то, а просто так. Так обычно говорят люди, которые не могут найти положительных качеств в своей второй половинке. Котенок, ну, я тебя люблю за твою красоту и доброту. Спасибо. ну еще за твою нежность все еще за твое изящничество еще еще за твою ненасытность к романтике еще за твое восприятие реальности это уже было да тогда за отсутствие негативизма в отношении к жизни вот ой ну ты прям как скажешь а ты меня за что любишь я тебя люблю за то что ты это ты все давай спать ну и мы дома